В преддверии Дня Матери нас пригласили в гости в одну замечательную семью. Во-первых, семья многонациональная, а во-вторых, знаменита на весь Ленинский район своими культурными достижениями. Галина Ефимовна – мама той самой юной вокалистки, которая так часто признается в любви к Ленинскому району. А если быть более точным – к Ленинским горкам, в которых она живет. Я в Ленинских горках живу, нет места на свете дороже. Дочь Галины Ефимовны – Лиля, выпускница детской школы искусств. Наградные дипломы, которыми были отмечены ее выступления на различных вокальных конкурсах, на столе не уместились. Так их много. Нашему оператору пришлось потрудиться, чтобы снять их одним кадром. Здесь и диплом губернатора Московской области, и турецко-культурного центра, призовые места на международных конкурсах «Звезда Кавказа» и «Улыбка мира-2012». Однако, по словам мамы, самыми памятными для них остаются поощрения, полученные в видном. Кубок красивый, мне нравится. То есть это вот получили, видно, весной 2016 года всероссийский конкурс академического вокала. Ну, как всегда пригласили, как всегда мы согласились, по-боевому настроились. Согласитесь, патриотизм по сегодняшним меркам редкий. Тем более, что семья Гюлер – не коренные видновчане. В наш город они приехали из Турции. Пожили в Анталии, мы купили квартиру. Полтора года там здоровье набирали, так сказать. Надо жить на родине, как бы там хорошо не было там, где-то. Муж Галины Ефимовны – гражданин Турции. Познакомились они больше 20 лет назад в Перми. С тех пор и не расставались. Ну, что делать? Появился на горизонте герой. Он очень был какой-то добрый, искренний. Крепкий брак, по словам нашей героини, это прежде всего работа. Ради мужа она изучала турецкую культуру, историю обычаи. И даже выучила турецкий язык. Когда мы знакомились, он вообще русский язык мало знал. Все дело, как бы, ответственность на меня пошла. Я язык выучила. И я заметила, что вот марийский язык и турецкий, они похожи. Сама Галина Ефимовна – марийка. И культуру своего малого народа тоже не забывает и старается прививать детям. Хотела показать платье моей бабушки. Оно очень старое, почти раритетное. Их уже редко где можно увидеть. Этому платье, наверное, лет 60 или больше. В общем, все как у классика. Все смешалось в доме гюллер. И русский, и турецкий, и марийский. Ну и, конечно же, музыка. Без нее в этой семье никак. Если на работу, то уж тогда с песней. Это дома Галины Ефимовны – мать и хранитель культурных традиций разных народов. А в обычной жизни она врач-серапевт в местной амбулатории. Так что, если захвораете и придете на прием к врачу, приглядитесь. Вдруг у нее под строгим медицинским халатом национальное марийское платье ручной работы. Илья Кремнев, Евгений Петров, Анастасия Мурхонова. Видное ТВ.